Добрый вечер, дорогие зрители! Сегодня мы начинаем нашу передачу, программу, нашу беседу на русском языке. Так как много было предложений говорить на русском языке, это посвящается, адресуется, вернее, русскоязычным населению Казахстана, а также русским по национальности, ну и другим национальностям, которые говорят на русском языке. Итак, я хочу познакомить Ага, Тухпирган Ага, он является Бахса, Бахса это народный целитель, можно сказать. Я извиняюсь, я не сказал, что я буду переводить слова Тухпирган Ага, так как он, где, возможно, он сам будет говорить, где он не может дополнить слова, я буду переводить его слова. Но перевод будет смысловой, так как все равно все нужно знать, лучше знать на оригинале, конечно. Ну, постараемся переводить. Значит, Тухпирган Ага говорит, что есть черная магия, правильно? Есть белая магия. Вот то, что в России показывают экстрасенсы, которые ведут расследования, все такое, они из черной магии в основном. Ага занимается белой магией. Чем отличается черная магия от белой магии Ага? Да, сначала, из юно-ос하죠, русский язык, янешни, там, музыкальные. Как же это, ирин и маргия? Второй, во-вторых, орыс тіл не забывается. Агылсын тіл когда? Орыс тіл. Орыс тіл? Орыс тіл. Орыс тіл деп нэйт, ондар жан жоқ, не тудык ши. Я переведу. Значит, Ага говорит, что язык – это очень своеобразная специфика. В общем, язык много о чем говорит. Русский язык, например, он говорит. Это сейчас его состояние между смертью и жизнью. А английский язык – он как бы мертвый язык своего рода. Не то, что мертвый совсем, а он не имеет души язык. В этом смысле. Казахский язык – он как бы тоже сейчас в оцепенении он спит. Вообще, очень духовно богатые языки – это казахский и арабский язык. Считай давай. Сонтан, ян, бұл жерде кәдір, бұл нәрсе, не нәрсеге де жан беру. Сөзге де жан беру, барлық нәрсеге де ақпақсылық дегенің өзі, сонтун дайдт, яғни жан арқылы. И smelled шлі patterns. Бұл жерде кәдір, бұл жерме tea кересе жан беру әрмашылға жан жалюрдың әрсеге де жайды өзі,Beң әрсеге де жан беру. Я постараюсь смыслово перевести. Значит, белая магия – это которая лечит душу, душой лечит, энергию душой. А черная магия – это он как бы лечит духами. Недавно президент Республики Казахстан Азербайджан выступил с такой речью. Давайте посмотрим. Мы первое место занимаем в смертности сердечно-сосудовательных заболеваниях. Второе место – по дорожно-транспортным происшествиям. Вот по сердечно-сосудовательным заболеваниям, оказывается, Казахстан занимает первое место. От чего происходят такие заболевания? И как можно лечить? Был, 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 бірнші себеб, бұна Казак калкы, бірнші оныңға себебі, бұна Казак калкы бұнағы тілден чігатта, біз мұна жандыға алтпыз, яғны тіліміз жанды. Біз мұна християндардан, басқа мұна европалықтан, орыстарға қарағанда, олар мұна ұруқтық тұрғыда, дұховның ұруқып тұрғанда, олар бейікті түрді, алиент әлімдегі ең құпия ғылым Қазақ калқымдар, жанды ғасында. Біз арабтарында жағардыңыз. Ага так говорит. Почему мы заболеваем? Потому что казахи, они духовно богатая нация. Душевно богатая. Русский христиан духовно богатый. А чем душевно от духовно? Душевно отличается, чем там он. Дух, это у него нету такой национальности переграды. Нету дух, везде от духа происходит. Все энергетические. Энергетическому. Душа, это белый, как облака, он внутри управляет человека. А дух, он внешний фактор. Дух, внешний фактор. Мы все создано от духа. А если дух сам по себе, он не может расти, не может он там как-то умножаться без души. В общем, казахский народ со всем языком, со всем менталитетом, мы душа мира. В общем, мы растим душу, мы совершенствуем душу. Из-за того, что мы очень душевно сейчас застряли, поэтому много сердечных заболеваний. А как лечить это? Как лечить это? Ну, біріншев, бүл бүкіл әлемдік духовный знание. Духовный знание, дейді, духовный білім, бұл біздің не уэрсимыз аурия. Хорошо, я так понимаю, ага, я так смыслову переведу, все наши заболевания идут связаны с душой. Чтобы наши заболевания не были, мы духовно должны совершенствоваться, посветляться. У нас есть житая аурия, аурия в городе в городе, у них есть альмам, но он может быть в казахе. Как душевно лечит, как совершенствован душу? Это есть у казахской нации. Расскажите, как вы сами лечите людей? Ага говорит, что когда человек приходит к каким-то заболеванию, мы не спрашиваем, что у него болеть, лишь фамилия, имя отчество, записываем. День, дата рождения и ставим диагноз. А диагноз ставится с помощью Ахку, Сумкаров, которые через Коран спрашивают диагноз. Через духов. Через духов предков. Передается информация, то еще они связываются с звеном. И Ага, как утверждает сам человек, он сам как аптека. Просто все чакры в человека, все клетки забиты. И чтобы человек начал сам себя лечить, эти клетки нужно раскрыть, да? Правильно? Ен бірнші жағдай, бұл жерде, егерде біз жұрттың барын стандарт, әр адамға бүкіл, жаңа қосы барлық адамдарға бір тәсіл қолданатын болса, онын бәрі қателып пайда болады. Уйткені, әр бір адам өзінші бөлік жаратылысы, тағдыр бөлік, әр адамды өзін қарысылығы бөлік. Соған байланысты, тек қана бізне аруақтар арқылғана, әр адамға бүлік-бүлік бір ақыл кеңіз сүйт. Как Ага говорит, каждый человек – это индивид, и каждому свой подход нужен. Каждому мы ставим, разумеется, свой диагноз, и всех, например, Ага лечит с помощью камчы, да? Коран читайте, камчой он как бы забирает, очищает ауру человека, так же, правильно? Все болезни, вы в одном слове сказали, что связаны с запахом, да? Сперва появляется запах, потом болезнь, она превращается в болезнь, правильно? Мы ничего нового здесь не придумываем. У нас были такие ахбахсы, лекари, знахари, мы перенимаем их знания. То бишь, Ага говорит, что мы сами очищаемся, доходим до такого уровня, после этого лишь разрешается лечить людей. Да, да. 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 Смыслово периоды, значит, Ага говорит, что он изучал и тибетскую медицину, да? И еще какую... В общем, все... Белый, черный, красный, Майя Горстунг, Христиан Даньон. Майя Горстунг, Христиан Даньон. То бишь, он когда с помощью Корана читает и Камчой он разгоняет эту ауру, то бишь, он перенимает тот запах, который исходит от больного, к себе принимает и вместо этого опустевших вместо клеток он как бы закачивает свою чистую энергию. Без затхнан, мы берем это аруа, а арклаты. Это с помощью духов предков делается, да? И, разумеется, с помощью Корана, да? Да. Был жерде, улькейен бур дайындык керек. Буны биз, гуэзимыз жанага, кадр муна, маасхапшилдар, диншилдар айтунг, буларык бур сирх косу. Ну, для этого нужна большая подготовка, большой путь должен человек пройти вообще. Ну, многие это не воспринимают, многие боговерящие, мулы это считают, что мы с товарища к Аллаху с помощью жинов якобы лечим. Здесь идет сравнение, что мы жинами лечим, да? Получается, да? Но здесь идет путаница жинами и духами предков. Вот это здесь идет две путаницы, да? Чем отличаются жинами от духа предков? Многие енды осыны, мы говорим. Муна, атабы, эрвактары, олар ахпус перштейли, дерге. Ал, муна жалпы жиндарелем деген, каратус. Значит, духи предков наши, особенно которые дошли до совершенства духов, это наши ситы, они светлые, светлая энергия, а джинны они черные энергии представляют. Сонтан енді, бон енді, хара дегенмеген, эр адам, бұл, бұл ауру күнәсіне байланыса, хара анын и ақтын, илесі болады. Сонтан енді, бұл жерде, олан хара нан бәрін жоу жюверемез, хара деген ол, қуатты адамы көкетін. Ол бұл калория, ол жағымыз көкетін, а оны бәрін жоу емес, ол біз. Это не значит, что мы вообще этих джинов выгоняем. Эти джины, в конце концов, должны служить человеку самому. Мы воспитываем эти джины. А как вообще проникают джины на человека? Как они? Он, адамда, жаратлыстан, болат джин деген. Адамда сеги джин болат. Біздің көріу, естіу, сөйліу, біна жыныстық қабылдау, яны алу қабылдау, сон менгерудің пахатнастарын бәрін, оны, осын джин. Значит, как Ага говорит, вообще с рождение у человека бывают эти джины, да? Они проникают человека в человека уже с рождение. И когда посреди живет человек, и он, как бы, так как у него нет знания в этом плане, он не защищается от джин. И вот из-за чего, если он духовно беден, то эти джины у нем усиливаются. И так понимаете, да? Они проникают через глаза, через наш язык, через слух, через наши мысли, через интимные места и так далее, да? Вот проникают. Восемь джинны бывают джинны. Енді, мына адамда жан мен джиннан тұрады, негізінде. Вообще человек состоит из энергии джинны и духов. Души. Души, да? Души, да? Души, да? Адам сол жаратылыстан біздің күш, қуат, қозғалыс бұна бүкіл дәрсеміздің бәрі жынмен байланысты. В общем, человек вообще зависим от джиннов. Все наши действия, наши мысли, все связано с джиннами вообще. И эти джинны мы должны воспитать себе, чтобы они служили во благо человеку, а не во вред. Ага, я хочу задать вам такой вопрос. Вот экстрасенсы в России показывают, ведут расследования какие-то. Они какими джиннами работают? Вы как-то сказали, что они берут информацию с человека, да? А как берут информацию? Откуда они берут информацию? Адамын гөзінде, гөрізінен шығып тұратын чакыра болады. Сол чакыра, ол кристалл түрінде тұрат, бүкіл ақпарат сонда тұраты. Сол чакыра арқылы, кезгілінен адамын ақпарат алға болады. Ага говорит, что у любого человека можно взять информацию, так как у него в оболочке, в ауле присутствует эта информация. А черная магия берет эту информацию. Разумеется, это люди тоже с какими-то способностями, да? Но они используют черную магию, они не превратили этих джинов в светлых, да? Да. Сонтан енді олардың гөзің ақылдық дәрежесіне қарай, оны пайдалы, адамға пайдалы жаққа жұмысалға болады. Немесе, оған бұна дынге, бүкіл, неге қарасы, мысал бүреге зиянтий үзгеде болады. Ну, это черную магию можно использовать как и в благих, так и в отрицательном смыслі. Да. Когда человек уже полный, когда у человека присутствует все семь оболочек, да? Да. Сосын, сейгінші ақтус болады. Да. Восьмая уже, когда человека аура присутствует на оболочке, то она защищает от всех негативных явлений. Такие люди, как экстрасенсы черные, они не могут информацию брать таких людей, как, например, аға, да? Да. Вы защищенный, да, этим? Да. Біз сонтан не стейміз енді, айр адамды сонда бірінші сұрттағы әсерлердің қорғануды тәсілін дүретеміз. Значит, аға говорит, что мы учим людей защищать себя от негативных воздействий. То есть мы их направляем. Да. Да. Сол өзің, 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 өзі сақтау арқы, өзі қорғану арқыла, енді адам өзің-өзің емдейтін дәржі дедет. Когда человек уже полностью защищен, у него правильно идет циркуляция цигуна, да, наружная и внутренняя энергия, да, кровообращение, когда нормализуется, оно очищается, то человек уже начинает сам себя как бы лечит. Человек как аптека. Да. 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 Мы получаем положительную энергию там, да, в этих святых местах. Да. Біздің сол емдегенміздің өзі, біз соған адам дайындайымыз. Яғни өзінің қарахуаттарын жерге беріп, орына Алатаған көптен жергден жаңа жаңа тайнал-қуаттар даулыға өзіне лайт. Значит, Ага говорит, что мы подготавливаем людей для того, чтобы когда они посещали эти святые места, он должен быть готов не просто так пришел и поехал в святые места, а человек должен быть готов вообще, чтобы он отдал свою отрицательную энергию и получил какую-то духовную пищу, духовную пищу. Ага, у меня еще к вам следующий вопрос. Вы когда сказали эту новость, для меня тоже самому был в шоке, я был в шоке, для меня новизна. Я не говорю, что то, что Ага говорит, все это правда, это надо, разумеется, исследовать и так далее. Ага, вы сказали в одном из своих речей, что Иисус Христос похоронен в Казахстане. Иисус Христос похоронен. Что conséquít琴这样, он сказал, что Иисус Христос как Лав这个, вы называет икрутос, мыinoши не понимаем, что онел хороша, мы не dream of детceks. Иисус говорит, что пророк Иисус не был распят, вместо него был его распят, его двойник. Он в последние дни проживал в Казахстане и похоронен в Казахстане. У него было трое жен, и у него остались дети, они похоронены тоже в Казахстане. Ага говорит, что Дева Мария тоже похоронена в Казахстане в Сайраме. И все четыре апостола похоронены в Казахстане. И как Ага утверждает, что он даже духовно встречается с Иисусом Христом. Как вы встречаете? Как вы встречаете? Как вы встречаете в Казахстане в Казахстане? Как вы встречаете 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 в Казахстане? Не зря Гоголь писал о мертвых душах. Мы сейчас не мертвые и не живые. Когда Ага спит, его душа путешествует. Его душа встречается с пророком Иисусом. Он берет у него информацию, да? Встречается, берет информацию у Бога, у Аллаха, да? Это, Ага говорит, это не ново. Для кого не ново. Были наши предки, которые в свое время тоже так жили, так духовно богатые люди. Они всегда встречались во снах. Его души встречались, когда они спали. Тот же самый возьмите Менделеева, ученого, которого просветление наступило во время сна. Тот же пророк Мухаммед, Иисус, Юсуп, да? Которые они во сне встречались как бы с создателями. Это ведь, когда мы уже не понимали, что мы, как мы, как мы, как мы, как мы. То есть, это превратили в фантастику, какую-то сказку как бы превратили, это наши ученые. Но, калк, 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 будет в меме. Но простые люди, которые действительно духовно богатые, видят, они действительно звонят, задают вопросы. Ага говорит, что когда мы проходим через эти... Вообще лечение Ага я вот изучаю, да, я потом, как будет время, я расскажу, как я пришел, как я нашел Ага. Но это сейчас дело не в этом. Я как понял, у него целый процесс, Ага. Целый процесс, не только вот так пришел, там, снял, убрал эту боль, излечил сразу. Нет, у него целый процесс, целое наставление, которое нужно соблюдать. После этого только человек начинает как бы осознавать, что он лечится. Значит, Ага говорит, когда он проходит все эти... Его процесс, у человека открывается третий глаз. Это Мандейко из казахов называть, это как бы во лбу у него третий глаз. Но это не так, а когда он уже видит, он предвидит, он может предвидеть ситуацию. Он, когда читает намаз или молится, он встречает с своими предками, получает информацию у создателя, это называется уже третий глаз. Да, да. Оба информация объединяются в глаз. Глаза это есть объединение духом и души. Хорошо, я думаю, вы поняли. Глаза это есть... Третий глаз. Глаза это как сбор всех информации. Уважаемые зрители, я напишу ватсап, напишу телефонный ватсап, ага, и свой. Если у вас будут какие-то вопросы, если вас что-то интересует, мы будем рады ответить и продолжить нашу беседу на русском языке в следующих выступлениях. Спасибо за внимание. Рахмат.